Город Ульяновск Город Ульяновск Город Ульяновск В доме, у которого мы с вами находимся, семья Ульяновых жила с 1871 по 1875 годы. И здесь же на свет появился пятый ребенок. У Ульяновых родился сын Дмитрий. Ныне в этом доме действует квартира музея семьи Ульяновых. Этот музей был открыт в апреле 1970 года, к столетнему юбилею Владимира Ильича Ленина. Около музея мы видим памятник Марии Александровне с сыном Володей. Это часть мемориального комплекса и памятник культуры федерального значения. Главный скульптор Павел Иванович Бондаренко. Композиции представлены фигурой маленького Володи Ульянова, облокотившегося на колени сидящей матери. Фигуры выполнены из бронзы, основание памятника из красного гранита. Высота памятника составляет три метра. Мы с вами находимся на бульваре Новый Венец. Отсюда открывается живописный вет на Волгу. В XIX веке Венец был любимым местом отдыха семьи Ульяновых. Волга до создания Куйбышевского водохранилища была не такой глубокой. Среди течения Волги тянулись мелкие островки. Когда она сбрасывала с себя ледяные оковы, на пристани города закипала жизнь. Вспоминала Мария Ильинична, младшая сестра Владимира Ильича. Мы с вами находимся около памятника симбирскому педагогу-просветителю Илье Николаевичу Ульянову, отцу Владимира Ильича Ленина. Илья Николаевич был переведен в Симбирск в сентябре 1869 года. Он был назначен на пост инспектора народных училищ Симбирской губернии. А через пять лет он был назначен на должность директора народных училищ. Благодаря деятельности Ильи Николаевича на территории Симбирской губернии было открыто более 250 народных школ. При непосредственном участии Ильи Николаевича также была открыта Порецкая учительская семинария. Ее выпускники направлялись преимущественно в школы своей губернии. Илья Николаевич за свою работу был награжден пятью орденами и двумя медалями. Этот монумент был установлен в 1971 году. Представляет собой выполненный из гранита бюст, возвышающийся на постаменте из светло-розового гранита. Его автором является скульптор Анатолий Клюев. Мы с вами подошли к зданию Симбирской мужской классической гимназии. Здание было построено в 1790 году по проекту архитектора Ивана Тоскания. Изначально здесь располагалось народное училище, которое в 1809 году было преобразовано в гимназию. В 1864 году гимназия получила статус классической. В основу ее обучения были положены древние языки, на изучение которых отводилось 42% времени. Юноши, окончившие классическую гимназию, могли без экзаменов поступить в любой университет России. К лету 1879 года Владимир Ульянов был подготовлен к поступлению в мужскую гимназию. Успешно сдав экзамены в августе того же года, решение педагогической комиссии Владимир Ульянов был зачислен в первый класс. Владимиру было всего 9 лет, он был самым младшим в классе, так как по уставу в гимназию могли приниматься мальчики, достигшие возраста 10 лет. Еще в 1871 году вследствие переполнения гимназии учащимся возник вопрос о ее расширении. Но только спустя 12 лет к основному зданию была сделана пристройка из красного кирпича, в котором в настоящее время располагается музей – Симбирская классическая гимназия. Учение давалось Владимиру легко. С младших классов он был первым учеником, и каждый год за хорошую учебу он получал наградные листы и похвальные книги. Мужскую гимназию Владимир Ульянов окончил в возрасте 17 лет – в 1887 году. Вскоре, в конце июня 1887 года, семья Ульяновых покинула Симбирск. С ними уже не было главы семейства Ильи Николаевича, который скоропостижно скончался годом ранее от кровоизлияния в мозг. Не было с ними и старшего брата Владимира Ильича – Александра. За участие в подготовке покушения на царя Александра III он был приговорен к смерти в марте 1887 года. Анна, старшая среди детей, отбывала наказание в ссылке. Покинув навсегда Симбирск, семья Ульяновых поселилась в Казани, где Владимир Ильич поступил на юридический факультет университета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова